МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на канале СКАД в студии Катерина Клантаевская. Смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Они предполагают сокращение, в первую очередь, среди управленческого звена. Оптимизация работы самарских чиновников, городских департаментов станет значительно меньше. Но повлиять, в принципе, выдать или не выдать лицензию, она практически не может. Отрастить зубы. В общественной палате Самарской области решали, как воспитать грамотных и активных жильцов. Мне нравится. Позитивно, здорово. Волга Боут-шоу 2015 в Тольятти на выставке представлено несколько десятков яхт и катеров. Начальником управления ФСБ по Самарской области назначен генерал-майор Владимир Татауров. Специалисты представили губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. В органах безопасности Татауров почти 25 лет. До 2010 года он работал в Перми, где прошел путь от оперу полномочного до заместителя начальника службы экономической безопасности. С 2012 года Владимир Татауров был начальником регионального управления ФСБ России по Архангельской области. Теперь он будет трудиться в Самарском регионе. Губернатор Николай Меркушкин выразил уверенность, что эта работа будет вестись в тесном взаимодействии с региональными властями. Итак, депутаты Самарской городской думы утвердили новую структуру мэрии. Документ предполагает слияние шести департаментов в три. Это позволит сократить управленческий аппарат и исключить дублирующие функции. В конечном счете это скажется и на экономии бюджетных средств. О чем еще говорили на заседании в нашем следующем материале. Один из самых важных вопросов заседания – это ежегодный отчет главы администрации городского округа о проделанной работе. Городским депутатам был представлен подробный доклад об успехах и недочетах. Впрочем, позитивной информации прозвучало значительно больше. В столице губернии ведется строительство дорог. Самара – один из лидеров в стране по решению проблем с детскими садами. По числу введенном в эксплуатацию жилья столица губерния заняла второе место в ПФО и многое другое. В последние годы в Самаре наблюдается улучшение социального климата в самарских семьях. Стабильно наблюдается рост рождаемость. В 2014 году количество народных самарцев составило более 14 тысяч человек, что на 3% больше, чем за предыдущие годы. Народные избранники обсудили также новую структуру городской администрации. Законопроект предполагает присоединение Департамента благоустройства и экологии к Департаменту ЖКХ, слияние Департамента социальной поддержки и защиты населения с Департаментом семьи, опеки и попечительства. Также будут объединены Департамент по промышленной политике и поддержке предпринимательства и Департамент транспорта. А вот функции Департамента экономического развития будут переданы в Департамент финансов. Таким образом, удастся сэкономить бюджетные средства на содержание управленческого аппарата. Если руководитель администрации видит, что такая структура, такие управленческие решения, такие инструменты позволят эффективно выполнять задачи, стоящие перед городом, мы депутатским корпусом приняли решение поддержать. На заседании также было принято решение вернуть городу полномочия по регулированию рекламного рынка. Катерина Контаевская, Олег Галочкин, СТВ. Найти инструменты для позитивных городских перемен. Для этого представители власти, архитектурного сообщества, бизнесмены и эксперты, в том числе зарубежные, собрались в Самаре на урбанистической конференции. Как создать привлекательную и комфортную городскую среду, в первую очередь в губернской столице, в репортаже Дины Сметановой. Каким будет город завтра? Об этом рассуждали на второй самарской сессии Московского урбанистического форума. В первую очередь выслушали независимых экспертов, насколько территория Самары функциональна для самых разных сфер жизнедеятельности горожан, как на это повлияло индустриальное развитие, где находятся центры активности. Самым большим количеством Самары оказалось это количество объектов магазина одежды и мобильных. Также интересно оказалось то, что набережная и ЖД вокзал не создают значительной бизнес-активности на территории Самары, как это происходит в других городах. Кроме того, географически нет единого компактного центра с насыщенной инфраструктурой, где жители чаще всего отдыхают или работают. Но при этом, судя по соцопросам, большинство самарцев довольны своим городом, который стал активно развиваться в рамках принятой стратегии до 2025 года. Все решения принимаются с учетом мнения воссозданного градостроительного совета и мнения горожан. Ожидания горожан мы должны опережать своей работой. Форма такого уровня позволяет понять точки роста, перспективы развития и управленческие решения, которые необходимо принимать, чтобы достичь этого развития в кратчайшие сроки. Все мы заинтересованы в том, чтобы сохранить исторический облик Самары, чтобы вдохнуть в новую жизнь все здания, в которых творили и художники великие, и писатели, и политические деятели, чтобы Самара была действительно предметом гордости для всех нас и наших потомков. Безотлагательные задачи связаны с тем, чтобы Самара стала более привлекательной грядущему мундиалю. На полную реконструкцию исторической части Самары, где пройдет туристический маршрут, требуется порядка 200 миллиардов рублей. Исходя из областного бюджета, расходы на 50 лет. Поэтому сейчас ищут компромиссные варианты. Как заявил губернатор, решается вопрос о том, чтобы к 2 миллиардам рублей добавить еще один, чтобы к чемпионату мира начать работу в этом направлении. У разных городов разное лицо, но есть и общие проблемы. И одна из основных – это дорожные пробки. Большая перспектива в Самаре повторить опыт Москвы и Санкт-Петербурга по развитию велодвижения. Предложения и варианты привлечения дополнительных инвестиций и кредитных продуктов губернатор обсудил с банкирами, представителями стратегического партнера форума. На конференции Николай Меркушкин подчеркнул, что регион интенсивно развивается, жилья строятся в два раза больше, чем пятилетку назад. Сейчас мы вышли на третье место в ПФО, по введенным квадратным метрам на душу населения. И нам надо этот тренд сохранить. Задача стоит выйти на 2,5 млн квадратных метров жилья. На конференции Николай Меркушкин говорил об интеграции с Тольятти, возможностях организации скоростного движения, чтобы из города в город можно было добираться за 40-45 минут. А также о строительстве студенческого кампуса недалеко от возводимого к Мундиалю стадиона. Дина Сметанова, Олег Павлов, СТВ. Жильцам не нравится управляющая компания, но что-то предпринимать они не хотят. И таких, по данным опросов общественного мнения, 77%. Как изменить ситуацию и повысить активность собственников жилья обсуждали в общественной палате Самарской области. У собственников жилья есть целый набор инструментов поощрения и наказания для управляющих компаний, считают представители госживоинспекции. Так вот, сам механизм лицензирования направлен на то, чтобы те граждане, которые недовольны работой своей управляющей компанией, могли сменить ее. Жители, по сути, как и раньше, выбирают управляющую компанию, могут сменить ее и могут также освободить ее от министративного воздействия. Напомню, что с 1 мая на рынке работают только те, кто получил лицензию. Таких организаций в Самарской области 207. 29 проверку не прошли. Мнение общественности при отказе, конечно, учитывали. Но повлиять, в принципе, выдать или не выдать лицензию, она практически не может. Значит, надо учить общественность защищаться. Защищать свои права. Своевременно обращаться в те же структуры Государственной жилищной инспекции, для того, чтобы они принимали какие-то решения. Таких активных жильцов, готовых поставить на место недобросовестных коммунальщиков, по данных опросов в нашем регионе, всего 23%. Немного, но в 2008 году их было еще меньше. 4%. Надо больше грамотных собственников. В первую очередь, председателей многоквартирных домов. Чтобы давить нерадивые управляющие компании количеством. А пока идет процесс коммунального просвещения, власти хотят расширить перечень контролеров за управляющими компаниями. Включить процесс муниципальные органы, расширив их полномочия. Но готовится законопроект по передаче полномочий. Значит, при взаимодействии с Государственной жилищной инспекцией, отрабатывать все обращения, которые поступают и в ГЖИ, и к нам, в рамках уже лицензионного контроля. Максим Остриков, Николай Сидоров, СТВ. В регионе сдают последний из обязательных ЕГЭ государственный экзамен по профильной математике. У 11-ти классников уже позади сдачи географии, литературы, русского языка и базового уровня математики. 8 июня выпускники будут сдавать общество знания и химию. 11-го – иностранные языки и физику. 15 июня – информатику, биологию, историю. 18 и 17-го – иностранные языки в устной форме. А сейчас прервемся, и вот о чем расскажем во второй части нашей программы. Мне нравится. Позитивно, здорово. В «Волга Боут Шоу-2015» в Тольятти на выставке представлено несколько десятков яхт и катеров. Продолжаем выпуск. 3 июня в Октябрьском суде областной столицы прошло третье заседание по уголовному делу о конфликте между директором компании «Элвес» Константином Федотовым и водителем такси Евгением Приданниковым. Напомним, конфликт на парковке, землю под которую арендует магазин «Элвес», произошла больше года назад. Договориться мирно сторонам не удалось. В результате дело перешло в судебную плоскость. На очередном заседании, которое продолжалось около шести часов, слово держал потерпевший водитель такси. 6 марта, 14 марта. Они хотели какого-то, понимаете, внешнего эффекта добиться. Спутать мои показания. Наш потерпевший судим за мошенничество особо кровных размеров. Семь эпизодов было доказано о том, что он совершил мошенничество. Он неоднократно скрывал от органов следствия, что он судим, где он работает. Указывал противоречивые показания. Хозяйка автовокзала завалила парковку снегом. И все граждане, в том числе таксисты, которые должны были высадить своих пассажиров на вокзале или встретить их, они устремились к нам. Это одна большая провокация. В целом, а в частности, подконтрольное такси, которое сейчас занимает лидирующие, выгодные самые позиции на вокзале, занимает места самые выгодные для обслуживания пассажиров, была организована провокация. Красиво жить не запретишь. В Тольятти открылась третья международная выставка яхты-катеров «Волга-боут-шоу». На протяжении четырех дней в яхт-клубе на берегу Жигулевского моря можно будет увидеть несколько десятков дорогостоящих яхт. На чем сегодня модно ходить по морям, увидела наша съемочная группа. Ксения Ёлкина на этой выставке впервые. Бронекатер, который собрал ее отец вместе с сотрудниками Тольяттинского судоремонтного завода, всего месяц назад вернулся из полуторанедельной экспедиции до Волгограда. Это единственная в мире реплика катера БК-73. Мы планируем, что он будет активно участвовать и в реконструкциях различных, и в экспедициях, возможно, пока еще не точно известно, но мы планируем летом пойти в Казань. И вот нас приглашали на Онежское озеро. Напротив выстроились заморские гости. Среди них первая в мире гибридная яхта из Словении. На крейсерском ходу двигается со скоростью до 15 км в час. При этом расход топлива составляет порядка 6 литров. Электроэнергии хватит и на ход, и на то, чтобы спокойно зарядить гаджеты, согреть чайник или использовать холодильник. Гибридность этой яхты состоит в том, что она получает электричество из разных источников, как от дизельного двигателя, от берегового питания путем подключения к берегу, так и от солнечных панелей, расположенных на крыше. Прибыли на этот морской бал гости из Великобритании, Голландии, Германии, Польши, а также из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области. Программы на 4 дня очень насыщенные. В этом году здесь подготовлена серия мастер-классов по фотографии и живописи. И это не весь список развлечений. Впервые будут соревнования по аквабайкам, парусные регата, соревнования на земле, шоу программы на воде и авиашоу. Очень важно, что мероприятие в городе прижилось, проходит на самом деле третий год. Бренд уже узнаваемый, узнаваемый не только в нашем регионе, узнаваемый и в целом в России. И именно об этой выставке говорят на международных мероприятиях, которые проходят по всему миру. Вот очень много экземпляров представлено на выставке. Мне нравится. Позитивно, здорово. Анастасия Шамшурина, Владимир Теретьев, Филипп Корецкий, СТВ, Тольятти. О наиболее важных спортивных событиях жизни региона в нашем обзоре. В Самаре пройдут всероссийские соревнования по дзюдо. На татами выйдут подростки возрастом до 13 лет. Турнир стартует в эту пятницу. В нем примут участие 8 сборных. Две команды нашей области, две команды Краснодарского края, команды Ростовской области, Крыма, Северо-Западного, Федерального округа, Центрального, Федерального округа всего более 130 спортсменов. Победителем соревнований станет команда, набравшая наибольшее количество очков за все три виды программы. Каспарс Берзинш – лучший игрок красных крыльев сезона. Таков итог голосования болельщиков команды в социальных сетях. На счету латвийского форварда около 40% всех голосов. Напомню, что в минувшем чемпионате единой лиги Каспарс провел за нашу команду 20 матчей. Его средние показатели таковы. Почти 15 очков, около 8 подборов и почти один блокшот. Второе место болельщики отдали разыгрывающему Скотти Рейнольдсу. Третья строчка досталась защитнику Виктору Заряшко. Футболист Бруно Телес уходит из крыльев советов. Контракт с фланговым защитником португальского клуба «Виттория» был подписан в сентябре 2012 года. И, увы, стало известно, что он покидает самарскую футбольную команду. Тем временем основной состав крыльев советов сейчас находится в отпуске. Совсем скоро наши футболисты приступят к тренировкам. Самарские летчики вернулись с международного авиационного шоу в Сочи. Зрители увидели в исполнении армейцев полет с флагами 70-летия Великой Победы Российской Федерации, ЦСКА и Краснодарского края. Кроме того, были выполнены фигуры пилотирования. Роспуск группы из пяти вертолетов, параллельное синхронное пилотирование двух Ми-2, фигуры пилотажа в исполнении вертолетов Ми-8. Десять парашютистов продемонстрировали элементы слалома над Олимпийским парком, а затем приземлились на берегу Черного моря. Отмечу, что предстоящий спортивный сезон у самарских летчиков весьма напряженный. Участие в чемпионате ПФО по вертолетному спорту, куда они отправятся уже в конце этой недели. Затем в июле чемпионат России и отбор на чемпионат мира в Польше. У меня на этом все. Далее прогноз погоды и программа «Абзац». В завершении выпуска напомню сайт Георгия Лиманского – gslimansky.nu. Читайте наши новости первыми в социальных сетях, в группах «СКАТ» и «СТВ Самары». И заходите на сайт телерадио компании «СКАТ». Я же с вами прощаюсь. Всего хорошего. Спасибо, что были с нами. Продолжение следует...